Здравствуй, дружок! Сегодня у нас аргентинская сказка под названием «Принцесса», которая каждую ночь семь пар башмаков изнашивала. Жил-был король, и была у него дочка по имени Филомена. Каждое утро находили в спальне принцессы семь пар разбитых башмаков, и как ни старались король с королевой, не могли дознаться, где бывала по ночам принцесса, сколько ни пытались, не могли уследить, в котором часу она из дворца уходила и в котором назад возвращалась. Вот и сдал король указ. Кто узнает, куда ходит принцесса каждую ночь и где семь пар башмаков изнашивает, тот получит ее в жены. А кто возьмется за дело, да загадку не разгадает, тому голову с плеч долой. А принцесса Филомена была очень красивой, и как только разнеслась по свету весть о королевском указе, стали съезжаться к королю юноши со всех земель. Сначала явились всякие принцы и юноши богатого звания, потом простые люди и даже пионы-дорабы. Но ни один из них не сумел узнать, почему каждое утро находили у постели принцессы семь пар изношенных башмаков. А король своему слову господин всех велел казнить. Уж столько юноши из-за принцессы Филомена голову сложили, что и сказать нельзя. А в королевстве том жила однобедная сеньора, вдова, и был у нее славный да красивный сын. Вот и слыхал парень однажды, что обещает король выдать дочь замуж за того, кто караулит, куда она каждую ночь ходит и где семь пар башмаков изнашивает, и говорит матери. Пойду я, матушка, к королю. Попытаюсь судьбу. Вдруг сумею разгадать королевскую загадку и женюсь на принцессе. Заплакала сеньора, да и как бы мать не горевала, отпуская сына на верную гибель-то. Стала она его отговаривать. Не ходи, сынок, к королю не вернуться тебе оттуда живым. Никто до сих пор ту загадку разгадать не смог, и тебе не удастся. А как мне на старости лет одной оставаться, коли прикажет король тебя казнить? А сын в ответ. Нет, матушка, мое слово твердое. Как решил, так и сделаю. И загадку королевскую разгадаю. И на принцессе женюсь. Оседлал коня, собрался в путь и поехал. День едет, второй, третий. Наконец добрался до того города, где королевский дворец стоял. Увидел он на самом краю города маленькое ранчо и попросился переночевать. А жила там одинокая старушка. Впустила она парня в дом, повела на маленькую кухоньку, где жарила маис. Усадила за стол, угостила маисом и налила мате. Вот сидят они, мате попивают, а то о сём беседуют. Парень и спрашивает. А что, бабушка, нет ли в вашем городе каких новостей? — Ах, сынок, как-нибудь, — отвечает старушка. — Да главная новость у нас такая. И сдал король указ и обещал за того дочь замуж отдать. Кто знает, куда принцесса по ночам ходит и где изнашивает семь пар башмаков. Да не нашлось пока никого, кому-то дело по силам бы было. Сколько юношей зря головы сложили. — А как мне, бабушка, ту загадку разгадать? Старушка и пообещала ему помочь. Волшебное слово открыть, да что делать научить? — Как придёшь ты во дворец, — говорит. — Отведут тебя тотчас к королю. А ночью поставят у дверей комнаты, где принцесса спит. Тут выйдет принцесса и угостит тебя стаканом вина. Ты не отказывайся. Вину возьми, а пить не пей, да потихонечку вылей, иначе заснёшь крепким сном. И дала старушка парню петуха и велела с собой во дворец взять. — Станет полночь подходить, петух и запоёт. А ты тотчас скажи. — По волшебному слову, по божьему велению, хочу сделаться маленьким муравьём. Как превратишься в муравья, смело к Филомене в комнату через замочную скважину пробирайся. Обернётся принцесса птицей, а ты быстренько по пёрышкам к ней на хвост заберись и там спрячься. Тогда и смотри, что дальше будет. На другое утро поднялся парень чуть свет, принял от старухи благословение и отправился к королю. Пришёл во дворец, говорит, что, мол, так-то и так, хочу судьбу испытать, хочу королевскую загадку разгадать. Отвели его тотчас к королю, тот и спрашивает. — Слыхал ли ты о моём указе? — Слыхал, ваше королевское величество. — Вижу, что ты парень храбрый. Только запомни моё условие. Если за двадцать четыре часа не узнаешь, куда ходит каждую ночь принцесса, велю тебе голову отрубить. — Ничего я не боюсь, ваше королевское высочество, — отвечает парень. — Только дозвольте с собой петуха взять, — усмехнулся король. — Ну, возьми, коли хочешь. Тем же вечером отвели парня к дверям комнаты, где принцесса спала и где надлежало ему на часах стоять, и оставили там одного. Спрятал парень петуха в уголок. Стоит, ждёт, что дальше будет. Вот выходит принцесса и подаёт ему стакан вина. Он вино взял, а пить-то не стал, только вид сделал. А Филомина тут же к себе в комнату ушла, и дверь за собой на ключ заперла. Вино-то она с соном-зельем. Всем, кто её двери сторожит, оставался подносил. Вот близится время к полуночи. — Петух как запоёт! Сказал парень волшебное слово. Сделался муравьём. Пролез через замочную скважину к принцессе в комнату, а тут часы как раз двенадцать раз пробили. Сбросила принцесса себя платье, омылась прозрачной ключевой водой, достала из сундука склянку с белой мазью, натерла всё тело, потом достала склянку с чёрной мазью и натерлась ею поверх белой. Бросилась на кучу перьев, превратилась в птицу и давая по комнате подпрыгивать да подскакивать. Едва успел муравей за перья ухватиться и по ним на хвост к птице забраться, да там спрятаться, как вспорхнула она и вылетела из комнаты через потайную дверь, о которой и сам король ничего не знал. Летит птица, летит. Долетает до реки с бриллиантовой водой и кричит «Здравствуй, река, бриллиантовая вода!» А река ей в ответ «Здравствуй, принцесса Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой!» Огляделась принцесса по сторонам, никого не увидела и говорит «Видно, река с ума сошла, никого здесь нет». Стала птица пролетать над большой жемчужной горой и кричит «Здравствуй, жемчужная гора!» А гора ей в ответ «Здравствуй, принцесса Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой!» Огляделась принцесса по сторонам, никого не увидела и говорит «Видно, гора с ума сошла, никого же здесь нет!» Долетела птица до деревьев с серебряными листьями и золотыми плодами и кричит им «Здравствуйте, деревья, с серебряными листьями и золотыми плодами!» «Здравствуй, принцесса Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой!» Еще больше принцесса забеспокоилась, огляделась по сторонам, но и на этот раз никого не увидела и полетела дальше. Вот долетела она до самого края света, до пещеры Саламанки, куда ведьмы на свой шабаш собирались. Опустилась на землю и приняла человеческий облик. А уж там ведьм и черти, видимо-невидимо. Да и девушки были, только ни одну принцессу красотой не превзошла. Кинулась королевская дочь с ведьмами и чертями плясать, только и успевала башмаки менять, что с собой принесла. Так все семь пар и разбила. Недаром приказывала она каждое утро сшить ей к вечеру семь новых пар. Перед самым рассветом закончилось веселье. Стали все, кто в пещере Саламанки был, по домам собираться. Скинула Филомена роскошное платье, да так торопилась, что не заметила, как платочек обронила, на котором ее имя вышито было. А муравей-то платок поднял да спрятал. Обернулась девушка снова птицей. Муравей забрался к ней на хвост и полетели они назад. Долетела принцесса до деревьев и кричит «Прощайте, деревья с серебряными листьями и золотыми плодами!» Принцесса поглядела по сторонам, никого не увидела и дальше полетела. Стала она пролетать над Жемчужной горой и кричит «Прощай, Жемчужная гора!» Прощай, принцесса Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой летит. Очень удивилась принцесса, но никого не увидела и дальше полетела. Долетела до реки с бриллиантовой водой и кричит, «Прощай, река, бриллиантовая вода!» «Прощай, принцесса, Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой летит!» Огляделась принцесса-птица, по сторонам никого не увидела, но запомнила, что река, гора и деревья велели ей остерегаться того, кто с ней летит. Прилетели они во дворец, прямо в комнату к принцессе. Муравей вылез обратно через замочную скважину, сказал волшебное слово, сделался человеком и стоит у дверей, как ни в чем не бывало. Вот проходят 24 часа, являются за ним королевские слуги и ведут к королю. А во дворце уже столько народу собралось, что и яблоку некуда упасть. Все хотят послушать, как парень ответ перед королем держать станет, и как будет наказан за то, что взялся соперничать с принцами дознатными юношами. Увидел его король, засмеялся. «Ну что, неразумная твоя голова, разгадал загадку, которую до тебя никто разгадать не сумел?» А парень ему в ответ. «Разгадал, ваше королевское величество, готов я перед вами ответ держать и рассказать, куда каждую ночь принцесса Филомена ходит и где семь пар башмаков изнашивает». А принцесса там же стоит и речи его слушает. «А дело было вот так», — говорит парень. «Как пробили часы двенадцать раз, скинула принцесса Филомена одежды, омылась прозрачной ключевой водой, натерла тело сначала белой мазью, потом черной, надела наряд из перьев и обернулась птицей. Выпырхнула птица из дворца через потайную дверь и полетела далеко-далеко на край света. А по дороге пролетала она над рекой с бриллиантовой водой, над жемчужной горой и над деревьями с серебряными листьями и золотыми плодами. Долетела до пещеры Саламанки, куда ведьмы и черти на шабаш собираются. Приняла человеческий облик и давай плясать. До тех пор плясала да веселилась, пока семь пар башмаков не взорвала. Чуть стало светать, начали все, кто в пещере был, домой собираться. Принцесса скинула роскошное платье, натерлась мазью и превратилась в птицу. Тут-то и обронила она вот этот платочек, на котором ее имя вышито. Потом полетела она назад и опять попались нам на пути деревья с серебряными листьями и золотыми плодами, жемчужная гора до река с бриллиантовой водой. И говорили они принцессе такие слова. «Прощай, принцесса Филомена, да хранит тебя Бог от того, кто с тобой летит. Потому как хоть и сделался я маленьким муравьем и спрятался у птицы в перьях, они меня разглядеть сумели». Прилетела принцесса во дворец прямо к себе в спальню. Тут я выбрался через замочную скважину из ее комнаты, сказал волшебное слово и снова человеком сделался. «А теперь, ваше королевское величество, должны вы мне принцессу Филомену в жены отдать». Призналась королевская дочка, что правду юноша рассказал. И спало с нее заклятие, которое злые ведьмы наложили. Поблагодарила принцесса парня за то, что освободил ее от чар и может она отныне жить как добрая христианка. А помог ему в этом Господь Бог. Удивились королевские гости тому, что услыхали. Король же отдал принцессу замуж за ее избавителя, хоть и был он беден и незнатен. Да король своему слову господин. Тут сыграли свадьбу и устроили богатый пир. И я там был, а потом вернулся на свое ранчо. На этом сказке конец. Кто дослушал, молодец. Понравилась сказка? Поставь, пожалуйста, лайк. Тебе не сложно, а нашему каналу полезно. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok